Любой город, деревня или село – это уникальный организм, история которого складывается из судеб его жителей. Улицы несут в себе историческую память о людях, их населявших. Улицы имени Игоря Лелюха, купца Горохова, поэта Сорокина напрямую связаны с историей Бердска. Есть в нашем городе и литературные улицы – Ломоносова, Белинского, Островского. Оставила свой отпечаток и советская эпоха – улицы Ленина, Комсомольской. Из всех улиц нашего города только две названы в честь Героев Советского Союза, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. И оба они – Дмитрий Пастухов и Михаил Рогачев – уроженцы Алтайского края. Как же так вышло, что эти улицы незримой нитью соединили судьбы алтайцев и берчан? «Не от старости умирают солдаты» – так называется документальный рассказ о жизни Героя Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Пастухова. Сборник очерков и воспоминаний вышел в свет в год 70-летия Победы тиражом 300 экземпляров. Его редактор-составитель Николай Иванович Размазин – земляк Героя Советского Союза Дмитрия Пастухова. Несколько экземпляров книги хранится и в Бердске. 8 марта 1923 года в селе Сент-Элег в семье Тимофея Пастухова родился пятый ребенок. И назвали его Дмитрием. Из воспоминаний лучшего друга Дмитрия – Ивана Лямкина. В одной школе учились. Он годом меня постарше. Мальчишка был не особо бойкий. Маленький, коренастенький, начитанный. Музыку любил. Мы с Митей в один класс ходили. Окончив семилетку в 1938-м, он в педучилище поступил. В Бийск уехал. Но после двух курсов вернулся в Черышское. Матери было трудно. Два курса училища – по тому времени очень образованный человек. В 1940-м стал работать в редакции. Как сейчас в памяти. 20 июня 1941-го. Дмитрий был первый день в первом в своем жизни отпуске. Вместе отправились бродить по горам. На душе радостно, кругом – красота. Природа в наших местах в эту пору – залюбуешься. Вдруг Дмитрий остановился, посмотрел вокруг и серьезно сказал. Начнется война – сразу попрошусь на фронт. Будто предсказал эту беду. Через два дня он добровольцем ушел в армию. Воевал Дмитрий Пастухов на Калининском, Сталинградском, Брянском, Центральном и Первом Украинском фронтах. Участник Сталинградской битвы. В последние дни войны части Первого Украинского фронта под гол несмолкаемой артиллерийской канонады ворвались на окраины Берлина. Серьезным препятствием до дальнейшего продвижения в южной части города явился канал Тельтов. Отдается приказ. Группе разведчиков и минеров под командованием помощника комсвода Пастухова разведать наиболее удобные места для форсирования канала, определить наличие техники и живой силы врага в этом районе. На лодке отделение Пастухова переправилось на берег, занятый противником. Огнем из автоматов саперы и разведчики уничтожили в первой схватке 27 гитлеровцев. Началась переправа нашего мотострелкового батальона. Лодка Пастухова сделала 12 рейсов от берега к берегу. Несколько раз она была пробита пулями и осколками мин. Пастухов затыкал пробоины и продолжал переправлять людей. Когда подкрепление было переправлено, отделение Пастухова продолжало разведывать оборону противника и расчищать от мин путь своей пехоте. Ночь была темной, и группа Пастухова незаметно проникла в распоряжение вражеских частей. После ожесточенных боев ценные сведения и трех языков доставили своему командованию разведчики. Путь был разминирован. Берлин через несколько дней капитулировал. В своих воспоминаниях Дмитрий Пастухов подвел итог подвигу. Так, не жалея сил и жизни, советские солдаты отстаивали Великие Октябрьские завоевания в годы Великой Отечественной войны. Слава о них переживет века. И оказался прав. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старший сержант Дмитрий Пастухов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с ручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 7850. После войны судьба распорядилась еще раз забросить Пастухова в редакцию районной газеты «Животного Толтая». Теперь уже ответственным секретарем. Коллеги в шутку называли Дмитрия «секретарь со звездочкой», но вскоре дали знать о себе боевые ранения. Из воспоминаний врача Бердского туберкулезного санатория Ирины Ефименко. Мне, как лечащему врачу, Дмитрий Тимофеевич запомнился не только как больной. Таких тяжелых больных в то время было много, но и как человек. Несмотря на тяжесть болезни, Дмитрий Тимофеевич переносил недуг очень стойко, мужественно. Был скромен. Запомнился обход главным врачом. Расспрашивал больного о его самочувствии, о его желаниях. Солдат был словоохотлив, говорил, что ему стало лучше, он всем доволен, надеется на выздоровление. Когда врач спросила, за что он получил звание Героя Советского Союза, он ответил. Был приказ нашему подразделению удержать местность, не пропустить фашистов. Наших погибло много, живых осталось всего 7 человек. Задачу свою мы выполнили, и фашистов не пропустили. Нам всем за этот бой было присвоено звание Героя Советского Союза. Дмитрий Пастухов отвоевал свободу Советского Союза на фронтах сражений, но врачи не смогли отвоевать его смерти. 7 апреля 1949 года перестало биться Героическое сердце. Дмитрий Пастухов прожил всего 26 лет. Похоронен в Берске, на Старом кладбище. Одна из неприметных улиц нашего города, Лесная, была переименована в улицу имени Пастухова. В каком году, сложно установить, но произошло это уже после празднования 30-летия Победы. 22 июня 2015 года, в День памяти и скорби, торжественно открыта стелла Герою Советского Союза Дмитрию Пастухову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова